Макси Форекс. Единственный Форекс-брокер, входящий в Ассоциацию Российских Банков и в Ассоциацию Региональных Банков России. Аналитику от Макси Форекс используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 10 сентября и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. В понедельник доллар на валютном рынке оставался под давлением, продолжая испытывать на себе разочарование игроков от публикации слабого отчета по занятости в США. Евро на этом фоне возобновил рост, а после того, как индекс деловых настроений в еврозоне вырос до максимального показателя с мая 2011 года и продемонстрировал при этом рост в 6,5 пунктов, вместо прогнозированного падения до минус 4, покупки евро против доллара США приобрели агрессивный характер. В результате курс пары, пройдя на подъеме свыше 110 пунктов и пробив максимумы прошлой недели, зафиксировал дневной рост на отметке 1,3280. Здесь же, вблизи этого уровня, евро-доллар и завершил торговую сессию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение коррекционного подъема пары к ценовым уровням 1,3300 и 1,3320, а затем возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,3242, 1,3222, 1,3220 и ниже. Британский фунт с завидным упорством стремится вверх и на вчерашних торгах продемонстрировал ралли, вновь попытавшись преодолеть ключевой уровень сопротивления 1,57. Драйвером подъема валюты по-прежнему остаются позитивные данные по экономике Великобритании, вследствие которых инвесторы меняют ожидание сроков повышения процентной ставки, рассчитывая при этом на конец 2014 года. Это намного раньше обозначенного Центробанком периода изменений ставки в середине 2016 года, однако участники торговли надеются на то, что реальная ситуация и стабилизация британской экономики изменят намерения Банка Англии дожидаться снижения безработицы до 7%. На этом фоне курс пары протестировал вчера 57 уровень и зафиксировал дневной максимум на отметке 1,5730. Однако удержать валюту здесь не удалось и на исходе торгов курс пары несколько сдал позиции, завершив торговую сессию на отметке 1,5693. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку британской валюты преодолеть на подъеме уровень вчерашнего максимума 1,5730 и, если это удастся, продолжить подъем к целевым уровням 1,5750 и 1,58. Далее ожидаем разворот пары и ее снижение к следующим целям 1,5680, 1,5650 и, возможно, к 1,5600 ровно. Если валюте не удастся на первоначальном подъеме пробить уровень 1,5730, фунт доллар начнет снижение к вышеназванным уровням от текущих ценовых уровней. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник. Вялая ценовая динамика золота на вчерашних торгах практически не изменила положение основных уровней поддержек и сопротивлений металла, сохранив их на прежних позициях. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту находится сейчас на уровне 1,394 доллара. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям 1,398 долларов и 1,416 долларов за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1,382 доллара. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение к ценовым уровням 1,374 доллара и 1,359 долларов за унцию. Серебро в аналогичной динамике продемонстрировало более активное снижение, также сохранив положение его основных уровней. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для него теперь является ценовой уровень 23,90 доллара. Если возобновится движение наверх, а это сопротивление будет пробито, металл может подняться к следующим целям 24,13 доллара и 24,50 доллара за унцию. Уровень поддержки серебра находится сейчас на отметке 23,50 доллара. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится в направлении целевого уровня 23,00 доллара ровно и ниже. В экономическом календаре вторника Япония представит июльские данные по индексу деловой активности в сфере услуг о Банк Японии, протокол последнего заседания по вопросам кредитно-денежной политики. Китай читается по изменению объемов розничной торговли и объемов промышленного производства за август и с начала года. Банк Англии опубликует отчет по условиям кредитования за третий квартал. В Канаде выйдут данные по количеству закладок новых фундаментов под строящееся жилье. А в американской статистике будут опубликованы еженедельные индексы продаж Красной книги. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Maxiforex – единственный форекс-брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Maxiforex используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Ассоциации региональных банков России. Продолжение следует...